Всем привет! Сейчас у меня маленькое вступление. Я хочу сказать, что я не новый конспиролог в русском интернете. Я вообще себя в этой роли не вижу. И влиять на умы мне неинтересно. Но я записала эти несколько роликов, потому что я увидела, что какие-то очень важные теории заговора, которые есть в англоязычном интернете, у нас практически не освещаются. Или не освещаются системно. И как человек, который наблюдал за нашей конспирологией очень долго, я, к сожалению, вижу, что она топчется на месте в последнее время. Только эти вещи меня сподвигли на вот эту деятельность, которая для меня является очень сложной со многих точек зрения. Но у меня есть ощущение внутреннего чувства долга. То есть мотивация вот такая, а не то, что там собрать аудиторию и повышать чувство своей значимости. И моя личность никоим образом не имеет отношения к тому, что я тут рассказываю. То есть это разные вещи. Я понимаю, что психологически мы всегда стараемся соединить информацию с источником, откуда она исходит. Но моя информация исходит не лично от меня, а оттуда, куда любой может зайти, зная английский язык, проверить, почитать и найти гораздо больше. Потому что вы видите, что я иду по верхам. И мой канал, и это такой рекламный ролик. Вот посмотрите, что там есть. Что есть в западной конспирологии, чего нет у нас. Поэтому я не углубляюсь в одну какую-то тему надолго. Хотя это было бы проще по затратам. Копать что-то одно и не изучать ничего другое, потому что нет времени и так далее, как у всех у нас. Есть очень много тем и очень мало времени у меня. Поэтому, в принципе, я могу копать в любых направлениях. Но я пока не имею такой возможности. Потому что, опять же, вчера случайно открываю YouTube в телефоне и вижу, например, название ролика на одном из каналов, куда я подписана. Симулятор Солнца опять проявил себя. Ну, там, в какой-то день человек понаблюдал. И ролик 40 минут. И я понимаю, что... Во-первых, это канал, где много всего такого интересного про погоду, про Землю. Я понимаю, что теоретически можно влезть туда и найти там что-то, чего у нас нет. Да, у нас есть много про плоскую Землю. Но я хочу напомнить всем, что современное прочтение вот этой теории плоской Земли пришло к нам с Запада. Я думаю, что Штаты и Канада. Это основные источники. Вот. И неправы те, кто говорят, что это связано с тем, что они более оснащены технически, чем мы. Наверное, причина в другом. Вот. Значит, вся моя деятельность – это задел на будущее. Потому что я вижу, что это все у нас сейчас очень мало востребовано. И люди не готовы. Вот. У меня цель привлечь настоящих конспирологов, заинтересовать их, показать им, что есть очень интересные вещи. Но есть два момента. Знать английский – это не так сложно. Гораздо сложнее второе. Иметь желание изучать что-то новое. Совсем новое, что не будет вписываться в ту выстроенную систему убеждений, которая есть у любого блогера. Эту систему менять нам очень не хочется. А тем более ломать ее кардинально. Вот. И я вижу по комментариям, что более восприимчивы оказываются простые люди, не какие-то конспирологи. А именно те, у кого еще этой системы нет. И они более незамутненным умом воспринимают то, что я показываю. Я не говорю, что я только правду показываю. Я сама не знаю, где правда, где ложь. Но это версии, про которые мы слыхом не слыхивали. А может быть, в этих версиях есть что-то. Может, 5%, может, 10% какой-то истины. Вот. Я пообщалась с несколькими людьми за это время, со своими единомышленниками. И хочу поблагодарить Сергея Белякова, который отличается от них ото всех тем, что он никогда ничего не навязывает. И он, это такой исключительный случай, когда человек, вот имея свою философию, свое мировоззрение, что видно по его каналу, и понятно из разговоров с ним личных, да, в скайпе, вот, этот человек с интересом пытается узнать что-то новое и очень уважительно к этому относится. Это вообще просто потрясающе. Здорово, что есть такие люди. Вот. Значит, поэтому я призываю всех изучать дальше, потому что я одна, да, а там теорий десятки. И каналов там англоязычных, ну, тоже десятки, а то, наверное, и сотни. Я не могу одна все осветить, ну, при всем желании, да, понятно, что это неподъемный труд. Поэтому, вот, в общем-то, я призываю всех не лениться. И вдохновил меня в целом один человек, сейчас я про него чуть позже скажу, как раз это был его подход. То есть я, когда его осмотрела, я не понимала, откуда такая свежесть взгляда в таком возрасте, откуда он вообще все это находит, это уникальный случай. И я поняла потом, что он находил свои темы на Западе. Это было его ноу-хау. Вот. Западный мир живет в теориях заговора десятилетиями. Я уже показывала какие-то примеры. И причина может быть того, что они нас обгоняют в этом всем, причин может быть две, что на них испытывают больше теорий, как на подопытных мышах, либо у них все же какая-то свобода слова была в то время, когда висел этот железный занавес. Вот. Может, еще какие-то причины есть. Вот. И мне писали в комментариях, есть потрясающий человек, Стрэнджер. Это человек из Канады, который много рассказывал про космос. У него было, по-моему, четыре ролика супер информативных. Не вижу никого у нас из русскоязычных, кто бы такого качества делал контент. И я думаю, что он так много знает. Во-первых, потому что у него, конечно, опыт профессиональный. Он человек немолодой. Ему не 25 лет. Вот. И самое главное, что он живет в Канаде, и он, видимо, уже овладел какими-то знаниями и совместил их со своим профессиональным и личным опытом. То перед тем, как будете смотреть этот ролик дальше, я советую вам посмотреть два предыдущих, потому что сейчас будет продолжение. То есть предыдущие два у нас были про ураганы и другие стихийные бедствия. И я, когда начала изучать эти ураганы, недели три назад, я удивилась, что сразу начали, ну, что вижу упоминание лагерей Фема. Вот. В связи с ураганами. И раньше я слышала это словосочетание только один раз. Вот как раз у этого человека, у этого Артема. Я сейчас оставлю ссылку на его ролик. И обратите внимание, он делал свое видео про лагеря Фема в январе 17-го года, когда было много разговоров о том, что Трамп победил в Штатах неожиданно. И тогда были такие версии, что будет гражданская война в США после убийства Трампа и т.д. И Артем говорил, что для бунтарей, активистов уличного движения власти, приготовили вот такие вот концлагеря, типа санатории. Вот. И когда я стала слушать вот эти передачи про ураганы, про всякие там цунами и землетрясения, я не поняла, какая вообще связь. Казалось бы, при чем тут концлагеря? Лагеря Фема. Что такое Фема? По-английски это Фема. Это Федеральное агентство по управлению в кризисных ситуациях. Это аналог нашего МЧС. Это подразделение Министерства внутренней безопасности. А если мы с вами откроем поисковик по словам Фема Кэмпс, то есть лагеря Фема, ну, во-первых, по-русски мы ничего нормального не найдем, понятно. А в английской Википедии мы найдем статью, где говорится, что это теория заговора. То есть, обратите внимание, такого объекта, как Фема Кэмпс, якобы нет в природе. Это теория о том, что Фема планирует поместить граждан США в концлагеря. Обычно предполагается, что это произойдет после введения военного положения в США в результате глобальной катастрофы или кризиса. В некоторых версиях этой теории говорится, что большое число граждан США будет помещено туда с целью уничтожения после установления нового мирового порядка. Теория существует с конца 70-х, стала очень популярной в конце 90-х. Это к вопросу о том, сколько лет всем этим, ну, мягко говоря, предположениям. Что у нас есть на русском языке про лагеря Фема? Не так уж и мало. Вот самая свежая статья от 14 сентября. Она актуальна, она связана с ураганами. Тут достаточно подробно описано, но перевод так себе. Дальше нашла еще живой журнал. Название США приступили к массовым репрессиям против собственных граждан. И еще нашла на сайте Макс Парк название Фема концлагеря в Америке. Вот приведу оттуда цитату. В США тайно строят концлагеря для своего народа. Все началось с того, что неподалеку от Атланты, в штате Джорджия, чуть в стороне от основной трассы, один американец случайно набрел на странное, никем не охраняемое хранилище под открытым небом. На пустыре, среди выгоревшей под солнцем травы и чахлых редких кустарников, втянулась нескончаемая стена аккуратно сложенных друг в друга по 17 штук контейнеров прямоугольной формы из черного рубчатого пластика в количестве от 500 тысяч до миллиона штук. Сосчитать их не представлялось возможным. И выглядело это так, будто их только вчера доставили. Ни пыли, ни грязи, ни опавшей листвы. Здесь уже в этой цитате упоминаются не сами лагеря, а пластиковые гробы. Про них я дальше расскажу. И вот еще нашла одну статью. Фема. Ее карантинные лагеря, пластиковые гробы и поезда для заключенных. Судя по карте, этих лагерей по всей Америке больше 800 штук. Мы по карте просто видим, что их много, а блогеры говорят больше 800. Представьте, если каждый большой лагерь вмещает наверное несколько тысяч человек, то представьте общую вместимость. В связи с лагерями Фема всплывает еще одна очень интересная история. В прошлом ролике я уже упоминала вам про супермаркеты Walmart, которые открылись, перед тем закрывшись, они открылись и приютили беженцев, которых из этих супермаркетов должны были якобы потом переправлять в убежище. Наверняка вы что-то слышали про закрытие части этих супермаркетов. Я тоже что-то у меня на слуху было буквально год или два назад. Есть два официальных объяснения. Конечно, первое – это интересы бизнеса, потому что у нас деньги на первом месте, все понятно. И второе объяснение – ремонт трубопроводов. Значит, по поводу бизнеса, то есть типа маленькие экспресс, такой формат экспресс, они закрываются, а народ переходит в большие молы. Здесь да, но мы сейчас дальше с вами посмотрим, что закрываются-то не маленькие как раз супермаркеты, а очень большие. И по поводу второго объяснения – ремонт многие из закрывшихся вновь не открываются даже по прошествии двух, трех и более лет. И блогеры там лазают, делают видеосъемку и обнаруживают, что там даже не пахнет никаким ремонтом, а тем более заявленным в новостях ремонтом трубопроводов. Сейчас дальше я подробнее покажу. И те, которые закрываются якобы на ремонт, там работники получают уведомления за пять часов до увольнения. То есть это все очень резко делается, специально, чтобы поменьше информации распространялось. Значит, на YouTube есть очень много роликов об этих закрытых супермаркетах, где видно, что они после закрытия, после, огораживаются сетчатыми заборами с колючей проволокой сверху. Из них полностью все выносится. И это противоречит версии, вот как я уже сказала, ремонта. Дальше. В некоторые из них блогерам, ну, таким простым людям удается попасть, но секьюрити тут же их выгоняют. А люди проезжают мимо на машине, с телефона снимают ролики, где видим заборы. Везде сверху очень много видеокамер. И все это вызывает подозрения. И есть такая теория заговора, что вот эти супермаркеты закрытые переоборудуются в лагеря Фема. И что под супермаркетами есть подземные туннели. Ну, я вспоминаю сразу аэропорт в Денвере. Очень интересное местечко. Советую про него тоже почитать. Вот один из роликов, во что превратился Walmart на Tidwell Road. Это в Хьюстоне. Обратите внимание. Вот сверху видны решетки. И они как похожи на клетки. Такой тип ограждений мы видим во многих закрытых Walmart США в последние несколько лет. И еще люди замечают, что рядом со зданиями супермаркета появляются вновь построенные староживые вышки. Ну, задайте себе вопрос, вот зачем это все? Конечно, сейчас это все звучит для вас полной нелепостью. Ну, так вот посидели, подумали. Зачем? Что происходит вообще? Вот еще один ролик. Во что превратился Walmart в Калифорнии, город Сан-Хосе? Тоже ограда, сверху колючая проволока, везде видеокамеры. И часто говорят, что проволока, она именно колючками внутрь. То есть, как бы, чтобы люди не могли выбраться изнутри наружу. После известного события 11 сентября 2001 года, возникла теория очень правдоподобная, что взрывчатка была заложена на стадии строительства башен-близнецов. И похоже, что здесь тоже изначально было спланировано такой способ использования вот этих ангаров. А конспирологи приводят заметку на альтернативном новостном сайте. Архитекторы подтверждают, что торговые центры будут превращены в лагеря Фема. Я не знаю, верит ли этой новости. Да, мы же знаем из Википедии, что лагеря Фема – это теория заговора. Но еще американцы говорят, в новостях пишут, что многие супермаркеты других сетей тоже будут закрываться. Ну, якобы у нас кризис, и кризис перепроизводства, и все сейчас очень плохо. И, понимаете, под этим предлогом что-то может происходить совсем с другими целями, чем нам заявляют. Вот еще по теме. Смотрим на фотографию. Школа, вокруг нее забор, как в тюрьме. И сторожевая вышка. Читаем внизу. Летом 2015 года я сделала открытие, как сильно изменилась архитектура коммерческих и общественных зданий. Самая большая перемена, которая меня шокирует, это смотровые вышки возле новых торговых центров, возле торговых комплексов, новых школ. И также эта тенденция прослеживается при модернизации закрытых торговых комплексов. Идем дальше. Поезда. Сначала я увидела вот эти странные поезда, которые конспирологи называют тюрьмами на колесах. Естественно, я не поверила. Думаю, ну что за бред? Ну какие тюрьмы вообще? Это действительно очень странные вагоны. Они не похожи ни на грузовые, ни на пассажирские. И по соотношению человеческой фигуры, на некоторых снимках видно, что они действительно огромные. Они очень высокие. И посмотрите на эти маленькие окошки. Блогеры говорят, это поезда смерти. Но, что мы видим в официальной версии? Фема заказала 102 тысячи крытых товарных вагонов, которые по-английски называются Boxcar with Shackles. Честно сказать, я ломаю голову, что это за Shackles. Вроде как переводчик дает скобы. Я не понимаю, при чем тут скобы. Может быть, какой-то другой смысл. Может быть, кто-то знает. Напишите в комментариях, что такое Boxcar with Shackles. Значит, якобы, эти поезда предназначены для транспортировки автотранспорта. Но там, получается, в три яруса можно машины поставить легковые. Возникает два вопроса. Первый вопрос. Зачем этой организации, МЧС, перевозить столько легковых машин? Вы сами посчитаете, что это примерно полтора миллиона легковых автомобилей. Если в три яруса по пять штук. Я думаю, что не по пять, а там длиннее вагон получается. Но это минимум. То есть полтора миллиона легковых. И второй вопрос. Зачем машинам, которые перемещаются в таких вагонах, зарешеченные окошечки маленькие? Или дырочки в стенах? Зачем машинам вентиляция? Обратите внимание, конечно, эти видео и фото про эти поезда, они очень плохого качества. И всегда, когда мы видим что-то плохого качества, мы должны подозревать, что это фейк. Как мы уже знаем с вами по терактам. Что если снята с плохим разрешением, значит, скорее всего, от нас что-то скрывают. Но, понимаете, да, плохого качества, согласна. Но вообще, что это за такая конструкция? Что это за поезда? И официально, конечно, можно говорить, что это для перевозки автомобилей. Но, возможно, цели совсем другие. А может быть, это многофункциональные средства перемещения. Ну, кто-то из вас, наверное, знает, что в Америке есть частные тюремы. И частные исправительные учреждения. Это я к слову. Вот. И конспирологи считают, что вот это вот, то, что этот бизнес частный, делает данные по заключенному менее прозрачными. Вот. Еще они отмечают, что в последние десятилетия в Америке строится все больше тюрем и все больше граждан туда заключается. Но точной статистики у меня нет. Желающие могут сами поизучать. Смотрим видео. Да. Видео 2009 года. Мы видим огромный двухъярусный вагон в Северной Каролине. Люди говорят, что там внутри есть скамейки, цепи и много вентиляционных отверстий. Но, честно сказать, по фотографиям и по видео плохо. Плохо понятно, что там внутри. Помимо поездов есть автобусы Фема для массовой эвакуации. Видео, например, снято в 2009 году округ Брандсуик. Посмотрите, внутри они выглядят очень странно. И я не могу себе представить раненых людей на таких вот кушеточках. 18 сентября этого года появилась новость в связи с ураганом Харви. Две баржи Фема, которые могут вместить сотни жертв урагана, направляются в Порт-Артур, Техас. Новости говорят, что это будет временное жилище для тех, кто лишился крова. Блогеры сразу в нескольких местах я много таких видео нашла, что они сразу забеспокоились и говорят, ребята, это плавучие тюрьмы. Ну, не будем слушать никого, сами посмотрим на фотографии и подумаем, что это такое. На что это похоже? На круизный лайнер или действительно на плавучую тюрьму? Вот. Когда я первый раз увидела вот эти вагоны, эти баржи, я тоже не поверила. Но тогда давайте ответим, что это и для чего это и для кого вот. В прошлый раз я вам не показывала в связи с ураганом Харви один сюжет, который практически все, кто разбирает эту тему, упоминают. Дело в том, что я не уверена, что это не фейк. Тут есть очень много неоднозначного в этом ролике, но все-таки я оставлю ссылку, может быть, кто-то посмотрит. Самое главное, что качество видео и звука очень плохое. Значит, суть в том, что берут интервью у бездомного, а он говорит, я лучше останусь на улице, но я не пойду в приют, в убежище, потому что там убивают бездомных людей. Также этот человек говорит, что он полицейский, но при этом он выглядит как бомж. Может, у него рассудок повредился от того, что произошло. Может быть, он раньше был полицейским в прошлой жизни, а сейчас он бездомный. И самый главный вопрос у меня, как такое могли пропустить для показа по ТВ? И, конечно, мы видим и заминку тут у журналиста, когда он слышит фразу, что там убивают людей. Мы видим, что журналист поменял тему, что он ее замял, что он перескочил. Интервью, конечно, сомнительное, да, но, скорее всего, это намеренный вброс, понимаете? Потому что власти, они понимают, что население штатов что-то подозревает. И они намеренно делают вот такие вот сюжеты, чтобы показать, да, вот есть какая-то правда, но из уст вот опустившегося человека, вот бомжа, как я вам показывала в примере с фильмом «Заводной апельсин». И мы не верим в этому человеку. Ну кто это такой? Ну что с него взять, и он говорит, что там убивают людей. Ну бред какой-то же, правильно? По поводу вот бездомных, что замечают американские конспирологи, что в последние годы исчезают бездомные по всей Америке. Вот вы себя сами спросите, куда деваются бездомные животные с улиц? Хотя бы об этом надо подумать. А по поводу Хьюстона с 2011 по 2017 год уменьшилось число бездомных на 60%. И кто из нас может с уверенностью сказать, что им действительно предоставили условия лучше, чем на улице, что их трудоустроили, куда-то расселили? Представьте цифру-то. Куда девают этих людей? Сейчас я вам только что показывала про пластиковые контейнеры. Про это тоже информации очень много. это считается гробами Фема. Нашлось видео 2012 год. Вот эти гробики едут на масонском грузовике. Внимательно посмотрим на символы на дверце кабины. И по какой-то из версий это для вируса Эбола. Но этот вирус бушевал в США примерно в 2013-2014 годах. А гробы ехали в 2012. Но мы же с вами понимаем, что вирусы запускаются искусственно. Идем дальше. Находятся некоторые такие очень странные конструкции, сооружения. Я просто тоже, мой мозг отказывается в это верить. Но я обязана упомянуть бетонные могилы. Например, Хьюстон снят в 2012-м. Тоже очень плохого качества видео. Но возможно потому, что там фигурируют люди, и чтобы лица скрыть, так сделано. В каждую могилу примерно помещается 30 человек. Да, вы сейчас скажете, это фундамент здания. Да фигня, не похоже это на фундамент здания. Так фундаменты не делаются. И подобные же бетонные могилы в других местах США люди тоже находят. Например, 2013-го года ролик. Мужчина, вот он на кладбище, он показывает вот в сторонке такие же массовые в большом количестве, то есть бетонные могилы. И он говорит, я здесь не вижу пластиковых гробов. То есть люди уже соотносят в 2013-м году эти явления. в каком-то из видео я слышала фразу про 25 тысяч вот таких вот могил. Ну, умножьте на 30. Вместимость каждой это 750 тысяч человек. И, конечно, в наше время нерентабельно делать громыд для одного человека, правильно? Логичнее же их там кучно. Вот, может быть, вот эти вот бетонные нужны, чтобы препятствовать распространению какого-то вируса, например, чтобы людей, которые погибли от вируса, так захоронить. Я не знаю. Американцы еще находят это совсем уже какой-то экстрим информацию о том, что поля есть поля ФЕМА. Я не знаю, как они это находят. Они в навигаторе видят, что это поле как ФЕМА. Но этих полей много. И они говорят, зачем этой организации поля? Как с их помощью будут защищать население и в критичных ситуациях? Говорят, что это похоже на места для массового захоронения. По поводу пластика у меня еще одно комментарий. Вы знаете, что он очень долго не разлагается. Он очень вреден для окружающей среды. Но пластиковые гробы, они легкие. Их можно складывать один в другой. Их удобно перевозить. И главное, они дешевы в изготовлении. Вот. В связи с лагерями конспирологи часто говорят про подземные военные базы. Я упоминала их в ролике про клонирование. Есть версия, что под уолмартами вырыты подземные туннели. Это я чуть выше уже говорила. И людей по этим туннелям могут перемещать как раз на такие военные базы. Еще один очень важный момент в связи с ураганами это введение военного положения. В новостях мы находим, что президент США разрешил милитаризацию полиции. Я извиняюсь за очень простую терминологию. Во-первых, я не мужчина. Во-вторых, я в политике как бы, мягко говоря, не очень. Поэтому я перевожу простыми словами, как я поняла. Значит, милитаризация полиции. Что это значит? Полиция может использовать дополнительную военную технику. И к Хьюстону в конце августа стянули очень много военных и военной техники. И мы найдем в фейсбуке фото и видео 36-й бригады Национальной гвардии Техасской армии с интересной надписью в конце «Феникс восстает». Вот. К чему здесь Феникс? Чем удобно военное положение? Тем, что правительство... Это я все говорю про штаты, я не говорю про нашу страну, ни в коем случае. Значит, правительство в законном порядке может захватить весь транспорт, включая личные автомобили, коммерческие самолеты, а также железные дороги, шоссе, морские порты, может ограничить средства общения, может конфисковать имущество, завладеть фермами, складами, продуктами питания, мобилизовать гражданское население в рабочие бригады и так далее. то есть понятно, что можно инсценировать природное явление, катаклизм, и если каким-то силам выгодно под это дело ввести военное положение, развязать гражданскую войну, что угодно. я уже упоминала, что американцы называют одной из причин появления рукотворных катаклизмов необходимость тренироваться для введения военного положения. Что здесь интересно? Слово Walmart. Если его поменять местами две части этого слова Mart Wall мы увидим с вами Mart это Marshall то есть это военный а если мы Wall поменяем буквы местами мы увидим Law закон положение Marshall Law это военное положение вот про это многие блогеры говорят что не случайное название вообще была такая операция с 15 июля по 15 сентября 2015 года Jade Helm русский нефритовый шлем и даже на живом журнале есть статья на русском языке небольшая читаем в ней о теории заговора это психологическая операция дабы народ привыкал к присутствию военных на улицах и не сразу понял когда начнется действительное вторжение обратите внимание статья 2015 года и там сказано что в случае развала США первым отвалится Техас американцы говорят что Техас один из самых сложных штатов в плане того что он хочет независимости и там у людей очень много огнестрельного оружия и обратите внимание в этой операции Jade Helm Техас выступает в роли враждебного штата и мне замечательный комментарий про это сделали да что возможно ураган сильно разрушил именно побережье Техаса Харви из-за того что как раз Техас вот так себя ведет я не знаю это только догадка вот и еще раз повторюсь насчет урагана Харви что пострадало именно побережье Атлантическое и конечно же не весь Техас и не весь Хьюстон так еще есть интересный документ Министерства обороны США вышел он в 2010 году называется инструкции военной полиции США по задержанию и переселению я прошу прощения если какие-то термины не точно перевожу какие есть разделы в этом документе задержание и переселение захват скрининг биометрия смерти задержанных есть схемы рассадки в транспорте автобусы и самолеты все четко прописано где сидит охрана где сидят задержанные есть схемки например операции по приему и обработке задержанных с маршрутами передвижения есть планы бараков на 500 человек разделенные на 4 помещения на 125 человек это все хорошо но блогеры спрашивают кто такие задержанные и у них есть подозрение что данные инструкции написаны в частности для таких событий как ураган Харви и его последствия одно из видео тоже оставляю ссылки как обычно здесь много интересного про ураганы фема уолмарты про фильмы про которые я сейчас чуть позже буду рассказывать этот ролик я смотрела минимум два раза очень содержательный еще один ролик к нему мне показался очень примечательным комментарий о том что одна семья болеет вирусами после посещения города Дестин во Флориде смотрим на карту где Дестин где Хьюстон значит у людей респираторная вирусная инфекция именно верхние дыхательные пути то есть зараза в воздухе не в воде эти люди в воду не заходили например еще случайная находка под другим видео человек пишет я живу в 10 минутах от Дестина у нас слезятся глаза и течет из носа мы чихаем у нас люди стоят в очередях в аптеке также люди пишут о том что правительство травит их с помощью микроорганизмов они это называются бакс приводится в пример новость о том что НАСА выпустил во время солнечного затмения в самый этот день огромные воздушные шары с бактериями в стратосферу и выпускание происходило на траектории этого затмения я когда читаю такие новости вот честно я не понимаю это вообще что я действительно живу в этом мире или я по ошибке сюда попала из какого-то другого я просто я не понимаю во первых на кого это рассчитано во вторых это вообще как с реальностью это соотносится вот проект Eclipse Ballooning Project он поможет исследователям подготовиться к полету на Марс запущены 75 воздушных шаров с камерами и датчиками перемещения 30 из этих шаров несут очень живучий штамм бактерий ученые надеются узнать как бактерии отреагируют на атмосферу поверхности Марса ну и справедливое возмущение людей которые говорят ураганы блин а перед этим выпустили какие-то шары непонятно с чем вроде бы эти бактерии для людей безвредны но кто что гарантирует и я вам уже показывала что после урагана Харви распыляются пестициды якобы против комаров и заключение к этой теме немножко про кинофильмы я думаю что либо вы эти фильмы видели либо вы приведете примеры вспомните еще что-то похожее я думаю что их больше чем вот эти 11 про которые я расскажу есть такое понятие которое не переводится на русский язык пока оно звучит predictive programming то есть дословно это программирование с предсказанием это способ обработки человека с помощью предсказаний в фильмах книгах комиксах например это подготовка к определенным событиям на подсознательном уровне честно говоря я не знаю зачем но я вижу что это делается может это конспирологическая паранойя какая-то может это совпадение но у меня вопрос зачем они нам это так часто показывают что они этим нам хотят сказать вы наверняка слышали о том что события 11 сентября были во многих мультиках комиксах художественных фильмах как-то обыграны и ну сложно это все списать на совпадение значит фильмы здесь что мы с вами видим мы видим введение военного положения часто после катастрофы или вторжения инопланетян военные силой загоняют людей в грузовики или в школьные автобусы для перемещения в так называемые убежища по сути это захват в плен а не спасение людям угрожают разлучаются семьи где-то иногда показаны лагеря или тюрьмы что это за фильмы безумцы или по другому переводится психи крэйзис 1973 года сериал иерихон 2006-2008 осада siege 1998 года робокоп 3 дитя человеческое children of men 2006 года чужие среди нас потрясающий фильм про него сейчас говорят что это документальное кино чужие среди нас по-английски they live 1988 года фильм дивергент 2014 фильмы 2016 вот их три судная ночь 3 the purge election year пятая волна америгеддон это все вот эти три 2016 и еще очень интересный пример название фильма тайное правительство или серое государство по-английски grey state очень часто этот термин используется когда конспирологи рассуждают о том зачем правительство работает против своих же граждан в америке они говорят что есть некая тайная власть о которой мы не знаем а вот так называемая официальная власть это ширма так вот этот фильм никогда не выйдет на экраны вот даже есть статья на русском языке потому что его режиссера убили убили вместе с семьей и есть только трейлер но трейлер сам по себе очень содержательный фильм независимый то есть видимо он малобюджетный о военном положении о жестоком полицейском государстве о тотальном контроле и биометрической идентификации о ФЕМА сотрудники которого загоняют диссидентов в свои лагеря зачем я вам все это показывала чисто как пример явлений которые на первый взгляд между собой не связаны природные катаклизмы и концлагеря но вполне возможно что связь есть и возможно хозяева готовятся к каким-то событиям и делают это у нас перед самым носом как вы видите с трансформацией супермаркетов в Олмарт когда люди ездят и сами все это наблюдают зачем переоборудовать закрытые супермаркеты я не говорю что все что я рассказываю актуально для нашей страны наоборот скорее всего слава богу пока не актуально но я предлагаю нам всем искать взаимосвязи там где их казалось бы нет и пореже списывать эти все вещи на совпадение ну вот в принципе наверное пока как-то так